Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе трое детей погибли во время пожара в Партизанске. Вторая волна гриппа пришла в Приморье. Автоинспекторы дарят цветы женщинам по всей стране. Красавицы в погонах, почему в прокуратуру идут работать представительницы прекрасного пола – главная тема программы. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре частного дома в Партизанске. 6 марта в 10.05 на пульт пожарно-спасательной службы Партизанска поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома на улице Фабричная. На момент прибытия пожарных четыре человека самостоятельно покинули жилой дом, а тела четверых других пострадавших пожарные вынесли из горящих помещений и передали сотрудникам скорой помощи. Медики оказали всю необходимую помощь, однако спасти пострадавших не удалось. В числе погибших оказались трое детей в возрасте от 2,5 до 9 лет и их дядя. Причина возгорания пока неизвестна. На месте происшествия работают специалисты дознания и испытательные пожарные лаборатории. 6 марта в 10.05 на центральный пункт пожарной связи города Партизанска поступило сообщение о пожаре по улице Фабричная, 14. Прибыв на место происшествия, спустя 7 минут первое пожарное подразделение обнаружили, что 4 человека, из них 2 детей с признаками отравления угарным газом находятся на улице. Им была оказана первая помощь. По полученной информации в доме находилось еще 4 человека. Сформировав звено ГДЗС, пожарные приступили к тушению пожара. На этот момент здание было охвачено огнем полностью. В ходе тушения пожара из здания были вынесены 4 человека, из них 2 детей, которые впоследствии были переданы врачам скорой помощи. В 10.21 пожар был локализован, а в 10.45 полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара было задействовано 24 человека и 7 единиц пожарной техники. Для оказания психологической помощи пострадавшим привлечено 3 психолога от Главного управления МЧС России по Приморскому краю. На месте происшествия работают специалисты дознания и испытательные пожарные лаборатории. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. В Приморском крае зарегистрировано превышение эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемическая ситуация расценивалась как неблагополучная. Заболеваемость больше чем на 43% выше эпидемического порога в крае и на 19% во Владивостоке. Чтобы не допустить распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, было принято решение о закрытии образовательных учреждений. За прошедшую неделю полностью приостанавливался образовательный процесс в двух дошкольных образовательных учреждениях и двух школах. Накануне Международного женского дня представители госавтоинспекции и Радио Лема поздравляли девушек с праздником, дарили цветы и желали хорошего настроения. Поздравительная акция «Весенний патруль» проходит уже третий год подряд. И не только во Владивостоке, но и по всей стране. Хорошая традиция полюбилась и автомобилисткам, и инспекторам. В эти праздничные дни с красивой женщиной, а не женской профессией. Я сегодня поговорю с прокурором отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Яной Третьяковой. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Светлана. Я поздравляю вас с праздником 8 марта. Яна, расскажите, пожалуйста, у вас такая не женская профессия, прокурор. Чем руководствуются молодые девушки после окончания юридического института, что выбирают для себя такую, скажем, не женскую профессию? Ну, абсолютно. И вообще, по роду своей деятельности я очень часто сталкиваюсь с дамами именно в органах властных, в силовых. Чем это объясняется? Расскажите, пожалуйста. У вас тоже с наступающим праздником. Хотелось бы отметить, что, скорее всего, это больше стереотип, что прокурор – это не женская профессия. В органах прокуратуры Приморского края работает около 700 человек, а 54% из них – женщины. В аппарате прокуратуры Приморского края также на 65 мужчин приходится 115 женщин. Таким образом, женская доля в органах прокуратуры Приморского края превалирует. И хотелось бы отметить, почему я сделала лично для себя такой выбор. После окончания университета я даже не задумывалась о том, где бы я хотела работать. Я хотела работать именно в прокуратуре, потому что я понимала, что такой опыт я не получу больше нигде. В прокуратуре очень разнообразные сферы деятельности. То есть это и гособвинения, это и надзорные функции по защите прав граждан, участие в гражданских процессах, в арбитражных. И, например, тот же опыт гособвинения, его не получишь нигде, кроме как в прокуратуре. Поэтому после университета, наверное, это самая романтичная и интересная профессия. Поэтому это очень интересно, это огромный опыт. Также это опыт общения и взаимодействия с другими людьми, которые также так подбираются в силу профессии. И таких людей уникальных не встретишь больше нигде. И для молодых людей, которые только окончили университет, конечно, это здорово общаться с таким количеством специалистов, профессионалов. Потому что когда мы только приходим в профессию, то, естественно, мы тянемся уже к людям с опытом, с практическим опытом. Мы очень многому у них учимся. И это не только наши коллеги в прокуратуре, но также и в других ведомствах силовых, судьи, те же представители в гражданских процессах, адвокатов уголовных. Это все очень интересно. А тяжело обвинять? Вот чисто по-женски, ведь выносишь приговор какой-то человеку, и рядом с тобой тоже человек. И, насколько я знаю, женщинам это порой бывает прям тяжело. Ну, в силу профессии, когда мы поддерживаем государственное... Обрастаешь коркой? Нет, не то чтобы обрастаешь коркой. Так как мы поддерживаем государственное обвинение, мы понимаем, что мы это делаем не просто так. Уголовное дело судья оказалось тоже не просто так. И при поддержании обвинения изучаешь всю доказательственную базу и понимаешь, почему так произошло с тем конкретным человеком, и почему в этом деле ты берешь на себя функции государственного обвинителя. Поэтому все подкрепляется знаниями. И со знаниями, с опытом гораздо проще справляться со стрессом рабочим. А вспомните какой-нибудь самый такой запоминающийся случай в вашей практике, когда вот пришлось что сделать? У меня было очень много интересных случаев, так как я начинала работать после университета в прокуратуре Ленинского района. Например, на территории Ленинского района находится психиатрическая больница, и также в функции прокурора входит... Посещение? Нет, не посещение. В психиатрической больнице проходят выездные гражданские процессы, судебные заседания по признанию госпитализации законной, принудительной госпитализации в том случае, когда сами пациенты отказываются от госпитализации и оказываются в психиатрической больнице по инициативе родственников, то об этом сообщает психиатрическая больница в суд, и выезжает судья, секретарь судебного заседания и прокурор, и дают оценку законности такой госпитализации. Ну, для меня, как для девочки 22 лет, это был, конечно, разрыв шаблона полный, когда я в течение рабочего дня просто солнечного оказываюсь вот в таком своеобразном месте. И, как правило, это не один человек, то есть у них набирается за неделю несколько заявлений, и наблюдать за этим очень тяжело было первое время, и больше, наверное, начинаешь ценить то, что имеешь, и свою работу, свою жизнь, твоя работа уже не кажется такой уж сложной в этот момент. А бывают веселые случаи? Или какие-нибудь такие, как вам сказать, когда ожидаешь одного, а происходит совершенно другое? Веселых, наверное, нет, не могу вспомнить, но... Не веселая профессия? Профессия не веселая, очень интересная, но я бы хотела отметить, что все люди, которые работают в этой профессии практически все, они, конечно же, с очень хорошим чувством юмора, потому что без чувства юмора справляться с тем объемом полномочий, который у нас возложен, наверное, было бы сложно. И у женщин в прокуратуре тоже вот особое, специфичное чувство юмора замечательное, поэтому с ними очень легко. Очень интересно выезжать на проверки, то есть у меня было направление, я надзирала за школами, детскими садами и за коррекционными школами. Очень приятно приезжать было в коррекционную школу, детки очень рады всегда приезду, то есть как-то готовили какие-то даже номера. Также прокурор — это не только надзорные полномочия, это не только обвинение, это не только негатив, как думают большинство людей, но мы помогаем людям, и в принципе мы нацелены на то, чтобы защищать права граждан. Также мы занимаемся правовым просвещением, ходим с лекциями в школы, в вузы, в детские дома, в коррекционные школы. На День защиты детей мы обязательно устраиваем какие-то игры, викторины, дарим подарки. То есть это все тоже присутствует, это как раз те моменты, которые очень запоминаются и по которым понимаешь, что все это ты делаешь не зря. И так легче справляться даже с иногда каким-то негативом от людей, которые не всегда понимают, что мы не враги, а наоборот хотим помочь. Давайте поговорим подробнее об объеме ваших полномочий. Вот что не совсем простым людям, почему вы обратили внимание на то, что собственно прокурора часто воспринимают как врага, потому что не совсем понятно обычному человеку, чем занимается прокурор. Вот что входит в обязанности прокурора? У нас очень обширные полномочия, но если говорить сухим языком закон о прокуратуре, то мы надзираем за исполнением законов Российской Федерации, за соблюдением прав и свобод и законных интересов граждан. То есть вы главные гаранты Конституции? Да, можно и так сказать. Мы можем обратиться в суд с исковым заявлением в интересах граждан, но не всех категорий граждан, а незащищенных категории населения, которые в силу возраста, состояния здоровья или иных причин не могут самостоятельно это сделать. Также мы можем в любом случае обратиться в суд в интересах граждан, если нарушаются их трудовые права, права на социальное обеспечение, права материнства, детства. Кроме того, также прокуроры защищают права предпринимателей, и, например, каждый вторник, первый вторник каждого месяца проводится прием предпринимателей. В принципе, да, прокурор защищает людей, защищает закон. Единственное, прокуратура не надзирает за физическими лицами, то есть это уже полиция, участковые, но при этом мы надзираем за полиции. То есть если граждане полагают, что их права нарушены, что если какие-то не согласны с действиями представителей органов, то они также могут обратиться в прокуратуру, и мы уже будем надзирать непосредственно за гражданами, которые нарушили их права и законные интересы, а за, допустим, теми органами власти, которые отреагировали на это недолжным образом или не установлены законом срок. Скажите, каким образом обычный человек может обратиться в прокуратуру? То есть это необходимо что? Прийти написать заявление? Или есть какая-то электронная форма на сайте? Вот в каком случае человек может обратиться за помощью, за защитой своих прав в прокуратуру? Гражданин может обратиться в любом случае за защитой своих прав в прокурору. Это его право. И даже если это не наша категория или это обращение направлено должно быть не нам, то в любом случае прокуратура перенаправит это обращение туда, куда оно должно быть направлено изначально. Обратиться можно, как прийти и написать заявление. Или в прокуратуру по району, допустим, Если человек проживает в Ленинском районе, его права нарушены на территории Ленинского района, он идет туда. Даже если прокурор Ленинского района при рассмотрении обращений поймет, что, допустим, он не может по своим полномочиям, ему необходимо перенаправиться в прокуратуру Советского района, то он сделает самостоятельно. Для этого гражданину не будет никто возвращать его в обращение. Также есть сайт прокуратуры Приморского края. И можно обратиться через интернет-приемную, через сайт. И можно даже указать в качестве адреса электронный адрес, и ответ придет на электронную почту. А лично как-то общаетесь? Да, конечно, лично общаемся, так как везде и в прокуратурах районах, и в прокуратуре Приморского края установлен график личного приема граждан как помощникам прокурора, так и заместителям, так и прокурорам района. Поэтому также граждане могут прийти, и в каждой прокуратуре на стенде висит информация по поводу личного приема. Можно с ней ознакомиться и прийти на личный прием. Яна, а расскажите еще такую вещь. Вот накануне записи мы с вами беседовали о том, что в прокуратуре работают очень творческие люди. Вот этот момент. Для меня это было несколько удивительно. Все-таки, кажется, люди в форме. И вот вы говорите, у нас очень творческий коллектив. В чем это выражается? У нас очень творческий коллектив. Это можно даже отследить, например, по сайту прокуратуры края, по разделе новости. То есть все, что мы делаем, во-первых, там отражается. Во-вторых, когда какие-то праздники, например, 9 мая или 8 марта, или День защиты детей, то мы всегда взаимодействуем с общественностью, с детскими учреждениями, проводим выставки, конкурсы. Все это потом публикуем на сайте. Также, когда наши какие-то проходят праздники, то мы всегда очень творчески подходим к их организации. У нас и работа, можно сказать, творческая. То есть мы не формалисты ни в коем случае. Наша работа, наша полномочия связаны, конечно... С человеческим участием. Во-вторых, с решением задач. А что в первую очередь? Решение задачи или человеческое участие? Решение задач, конечно. Своим человеческим участием мы делаем этот процесс творческим, потому что не все ситуации такие простые, прямые, не все ситуации можно сухо распределить на букву закона. И иногда, и очень часто приходится применить ей какой-то свой творческий потенциал, и нестандартный подход креативно, чтобы разрешить ту или иную задачу наилучшим образом. Спасибо вам огромное, Яна. Еще раз от лица Восьмого канала мы поздравляем всех женщин прокуратуры Приморского края с 8 марта. И будем надеяться, что мы с вами еще увидимся в нашей студии. Спасибо большое, очень рада нашей беседе. Всего доброго. До свидания. Партнер программы «Оперативная съемка» Информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс»